Я рискую вам очень сильно наскучить, но сегодня у меня опять ботаническая тема. Я знаю, у меня было видео о Сакуре, было видео о традиционных японских садах, но я просто не могу не рассказать о цветочных парках в Японии. Поверьте, они стоят вашего внимания. Когда цветает Сакура, в Токио начинается сезон Азалии, а самая красивая Азалия в долине Шефуны, на крайне города. Территория долины принадлежит японской религиозной секте Шингон. Эта буддистская секта была основана полулегендарной женщиной-монахом Яо Бикуни. Считается, что она прожила 800 лет. Собственно, ее имя и переводится как «монахиня, которая прожила 800 лет». Из-за того, что в юности она случайно съела мясо русалки. В японском фольклоре считается, что мясо русалки дает человеку бессмертие. Эта монахиня оставила в долине Шефуны священный буддистский артефакт – крошечную деревянную фигурку тысячерукой богини Милосердия – Канон. Здесь и образовался монастырь. Что очень здорово, это место не самое популярное у туристов. Поэтому здесь можно не толкаться, а просто кайфануть от красоты пейзажа. На самой высокой точке этого парка стоит огромная статуя богини Милосердия – Гуанинь. В японской буддистской традиции – Канон. Это та самая богиня, маленькую фигурку которой принесла в этот храм 800-летняя монахиня, из которой, собственно, начался данный храмовый комплекс. Еще один парк Сазалия тоже находится при храме, но уже в центре Токио. Это сад храма Незу. Он гораздо меньше предыдущего, но зато к нему очень легко добраться на метро. Наверное, самый знаменитый парк цветов в Японии – это Приморский парк Хитачи. Его главная достопримечательность – большущие поля Немофилии. Не гемофилия, а немофилия – американская голубая незабудка. Или, как ее зовут тут в Японии – Baby Blue Eyes. Это растение так популярно, что на сайте парка есть специальный онлайн-календарь, который обновляется ежедневно и показывает, в каком состоянии сейчас цветы, а также предсказывает дату максимального цветения. Вообще, каждый большой парк в Японии имеет свой сайт, на котором можно проверить, что там сейчас цветет, но календарь с прогнозами есть только для Сакуры и для Немофилии. В солнечный день поле Незабудок сливается с голубым небом. Кажется, что небо у тебя и под ногами, и над головой. И это необычное ощущение. Но насладиться этим ощущением мешают туристы. Японские туристы непрерывным потоком валят по дорожкам между цветами. Надо отдать им должное. На клумбу, даже ради фото, никто не наступает. Поэтому цветы выглядят свежими даже через пару недель. Кроме Незабудки, в этом парке есть и симпатичные клумбы с тюльпанами. Они посажены в сосновом лесу. И посреди этих цветочных полян, конечно, торчит, на мой взгляд, совершенно лишняя псевдоголландская мельница, возле которой все фотографируются. Отсылки к Нидерландам есть практически на любой большой японской клумбе с тюльпанами. Немножко обидно, ведь тюльпаны впервые начали культивироваться как декоративное растение в Турции, а их родина – Казахстан. Еще одно место с красивенными тюльпанами – Мемориальный парк Сёва Кинон. Он находится прямо в Токио. И кроме тюльпанов он также знаменит огромными рощами цветущих вишен. Но вишни здесь не отличаются ничем от других парков в Токио. А вот пестрые тюльпаны у искусственного прудника выглядят просто замечательно. А чтобы вы действительно поняли, насколько японцы одержимы цветами, я расскажу вам про еще одну необычную японскую традицию. Японцы так обожают цветы и садоводство, что в конце весны они даже открывают для публичного посещения свои сады возле частных домов. Только с одной целью, чтобы показать своим друзьям, знакомым и просто любому, кому это интересно, какие замечательные цветы и растения у них выросли. Итак, мы с моим другом Минком идем исследовать сады, частные сады в японском пригороде Йокогам. Посмотрите на этот идеальный сад, просто идеальный. И можно сюда сегодня вот просто так прийти, поговорить с хозяином, который, кстати, все это сделал абсолютно сам, своими руками в свободное время. Дедушка на пенсии, свободное время у него есть. Можно просто прийти и полюбоваться этой красотой. Вот такое вот цветочное безумие.